Доброго времени суток, дорогие земляне! Межконтинентальная телерадиокомпания «Песня 21» начинает свою работу. Я, по-моему, ревер приберу. За операторским звукорежиссерским пультом Елена Пинчук. Ну и я ваш, что ни на есть, Михаил Новицкий. Мы начали с хроники, потому что нам показалось очень важным весна. Весна, весна, приближается дата Дня Города. Почему бы не вспомнить молодость, не вспомнить страну, в которой мы когда-то жили. Вот вам наглядный пример. Просто мне давеча случилась такая история, что мне человек доказывал, что надо подписывать какие-то документы губернатору нашего города Беглову. Я отказался подписывать эти документы, потому что мое личное ощущение, что у нас в стране нет ни губернатора, ни президента. То есть это все незаконно, неизбранные, фальсифицированные товарищи. И мы непонятно, где и живем. И я сказал, что в принципе я мастер партизанской борьбы за скверы, а не бумажной. Вот. И собственно доказательство ему, что можно так вот. Ну тогда действительно можно было. Это было всего лишь каких-то, получается, 2006 год. Всего лишь получается 14 лет тому назад мы жили в более-менее демократическом государстве, когда можно было пригласить, скажем, центральные СМИ. И они могли приехать и сделать репортаж из-за того, что мы на партизане. Вот. Сегодня наверняка на такой поступок, на такой поступок бы приехали не СМИ, а пару автозаков. Да не пару, а десятка, два автозаков. Всем нужны эти мычки, всем нужны звездочки. Так, давайте посмотрим, кто собрался. Да, в фейсбуке собрались с нами Александра Смирнова, Ольга Заславская, Алекс Лисовский, Слава Егоров, Елена Прудникова, Слава Егоров. Привет, друзья, привет, Слава, привет. Ольга Заславская, добрый вечер, Вена Миша, Елена Прудникова, Василий Бежнар, Елена Прудникова смотрит, Владимир Узланер с нами, Володя, привет. Алекс Лисовский, Германия, Бахва Микава, Сергей Тарасов, Ирина Коэс. В ВКонтакте много людей присоединилась. Мирина Мария Масловская, Антон Казак, Миша Лена, привет, пишет. Привет, привет. Екатерина Савельева, Виктор Медведев, Татьяна Рубяжева, Асан Мумжи, Виктор Медведев, Бойцы. Иван Щучинов, Антон Курпатов, Галина Польских, добрый вечер, дорогие, пишет. Илья Борискин, Виталик Грязнов, Виколай Чеботарев, Виктор Медведев поделился трансляцией, спасибо, Виктор. Елена Кокшарова, звук пишет, что звук. Что звук. Наталья Ивонина, Лена и Михаил, добрый вечер, урамы снова вместе. Напишите, пожалуйста, как слышно, потому что... Елена Кокшарова написала звук, что звук. Что звук, может я убрал, а может быть то, что ревер был тогда вначале? Не знаю. Вот сейчас, нормальный звук или нет, хорошо? Напишите, друзья, какой звук, надо ли громче, тише сделать. American Boy, Вузланер, как там в Америке? Потому что все в наших силах, кроме интернета. Интернет, мы не можем им управлять, к сожалению. Елена Кокшарова, добрый вечер, звук подправьте. В каком смысле, Лена? Громче, тише. Подправьте. Куда подправить? Вверх, вниз? Громче, тише. Можем сделать громче и тише? Так. Антон Казак поделился. Спасибо, Антон. Ну ладно, пока кроме Елены Кокшаровой ничего никто не пишет. Вот Инна Ильина присоединилась, пишет. Игорь пишет, отлично, отлично. Дочь Ланд нормально, Геменгенбург. Игорь пишет, пока все хорошо, пишет, все хорошо. Ну, в общем, Лена Кокшарова, может ты у себя там прибавил? К ручку покрути громко. Да, может сейчас интернет, потому что-то не так. Бывает, что посыл плохой, бывает прием плохой. Фейсбук слышно хорошо, Ольга. Но, Еленочка, нам по-любому приятно, что ты с нами. Да, Лена, да. Вот. Пишет громче Лена Кокшарова. Я буду громче кричать. Ты знаешь, Лен, когда Миша говорит не так громко, но зато, когда он поет, все идет зашкал. Да, когда я запою, тогда будет зашкал, это будет хуже. Наталья Ивунина поделилась. Я хотел поправиться, а Володя меня поправляет. Владимирка... Он из Канады, да. Владимир, а мы что сказали? Я сказал, что он из Америки. То есть мне ассоциативно... Миша имел в виду Северную Америку. Да, имел в виду, не государство, а континент. Володечка, конечно, мы знаем, что ты из Канады, из города Торонто. Он был участником Володи нашей лампушки, первой онлайн. За что ему большое спасибо, нам было это очень приятно и почетно. А еще он главный артист в том фильме, который мы сняли про Стрельца. Да, мы снимали фильм по произведению Владимира Высоцкого, про Федота Стрельца. И Володя играл там главную роль. Раз восемь принялся второго этажа, пока мы добились нужного кадра. Посмотрите, сколько ему там, лет пятьдесят ему, наверное, Володи? Ну, и он прекрасный. Вот в таком, я бы сказал, почтенном возрасте прыгать со второго этажа восемь раз. Вот я... Ну, вот как думал... Садислава Маклакова присоединилась, Марина Степанова. Давай мы начнем что-нибудь исполнять. Начнем что-нибудь исполнять. Вот в связи с этим роликом, который вначале крутился, это, я считаю, одно из наибольших достижений Михаила в нашем городе, как гражданина нашего города. Ну, одно из. Одно из. Да. Нет, нет, есть какое-то еще более крутое достижение, но об этом мы по телевидению говорить не будем. Об этом кому надо, тот знает. Вот этот скрест, который назван именем Андрея Павловича Петрова, Михаил написал песню на музыку Петровой. Давайте мы с нее начнем, наверное. Да. Света, привет. Вадимир пишет под 60. Володя, ну мне обязательно об этом писать. Ну, можно и... Я бы сказала под 40. Да. Вот. Так, а какую песню здесь исполним? Давай... Так слушайся. А, тук-тук. Да, на музыку Андрея Павловича Петрова. Если никто не возражает. Все за. Ну-ка, поднимите ручки, плюсики поставьте. Тук-тук, что это за звук? Это же душа твоя, ты слышишь, друг? Нет сна. И поет она. Самая прекрасная твоя струна. Тик-так, в мире кавардак. И не понять, и не узнать, кто лучший друг, кто враг. Может в жизни все случится. Птицы, люди, люди, птицы. Тук-тук, тук-тук, тук. Слушай сердце свое, ты из тысячи знаешь ее. И когда так случится себя, ты найдешь. И пылью не души, поспеши, поспеши, поспеши. Этот год, этот день, этот миг ты уже не вернешь. Ночь, снег, мокрое шоссе. Может показаться, что уснули все. Свет, фар, на душе темно. Но горит надеждой одно окно. Вот тот самый поворот. А там судьба твоя, она не спит и ждет. Может в жизни все случится. Птицы, люди, люди, птицы. Тук-тук, тук-тук. Слушай сердце свое, ты из тысячи знаешь ее. И когда так случится себя, ты найдешь. И повеленью души, поспеши, поспеши, поспеши. Этот год, этот день, этот миг ты уже не вернешь. Тук-тук, что это за звук? Тук-тук, тук-тук. Да, совершенно верно. Я это написал на музыку Андрея Петрова, который написал «Берегись автомобиля». Есть еще один. Вот Марьяна Абрамовна пишет «Звук плохой, поделиться вообще не вышло. А песня на музыку Петрова – это здорово». Так, что ж теперь происходит с этим звуком? В преддверии дня города нужно это наш город петь, пишет Марьяна Абрамовна Ханукова. Да, вот так вот. Звук плохой? Друзья, напишите еще раз, как звук. Вот у Марьяны Абрамовны тоже плохой звук. А то мы тут заявок надо исполнять, всяко-разно. Ну, сегодня мы, да, стараемся, конечно, все песни, несколько связанные с нашим городом, петь, которые Михаил написал. В фейсбуке «Звук с помехами», пишет Слава Егоров. Хорошо. Вконтакте, как у вас звук? Значит, в фейсбуке с помехами? Наверное, это интернет, скорее всего, если с помехами. Помехи – это отрыв. Как обычно, друзья, все. А попробуйте страничку перезагрузить. Все, что происходит сейчас в эфире, дублируется на камеру и будет выложено в интернет. Вот вконтакте Асан Мумжи пишет «У меня хороший звук». Вот так вот, да. Ну, ладно, давайте так. У кого вконтакте, у кого в фейсбуке… Антон Казак пишет «Небольшой рассинхрон с Вконтактом». Звук нормальный. Вот так, Антон, получается, у нас и там, и так выслушает. Да. Круто. Ну, надо в одном месте смотреть, тогда не будет рассмотреть. Давай, поехали по заказам, а то мы там разговорились. Ну, мы как, будем про Петербург продолжать, и для заказа будем выполнять. Давай заказы. Ну, давай, вот Слава Егоров здесь есть. Вот скажем, кто… Маклакова? Светислава Маклакова? Да. Кто попросил это самое «Наш город»? А, Марьяна Абрамовна Ханукова. Ну, вот и споем, раз она попросила. Ну, давай. Раз совпадает. Давай, это нам. Давай. А потом уже… Ну, она в фейсбуке смотрит, да. Настроимся со звуком заодно. Можете подпевать. Через стремучие болота, пугая лешек и чертей, Пришел в залив мудрый Петр во славу Родины своей. Собрал по свету демиургов и лучших зодчих на Руси. Назвал наш город Петербургом и помолился. И помолился в небеси, что это наш город, это наш город, Мы его во виду не дадим. Это наш город, это наш город, аж манталов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься мы с тобой. Когда фашист в лихие годы Затеял мира передел, Потомок Шиллера и Гёте был, Зверь нарушить не посмел. Не знали люди Ленинграда, И стар, и млад катился в бой. Наш город пел в кольце блокадном, Голодный, мрачный. Голодный, мрачный, но живой. Что это? Наш город, это наш город, Мы его во виду не дадим. Это наш город, это наш город, Аж манталов диких защитим. Это наш город, это наш город, он живой. Не печалься мы с тобой. Но вот явились мародёры, Газпромов дикая орда, В Кремле, Варьё и в Смольном форте Они готовы нас продать. Идут бульдозеры на город, На память дедов и отцов, Но каждый дом из квердов долларов. Пора давить шею, Пора давить шею подлецов, Ведь это наш город, Это наш город, Мы его во виду не дадим. Это наш город, Это наш город, От вандалов диких защитим. Это наш город, Это наш город, он живой. Не печалься мы с тобой. Ура! Я слышал подпевки, да. Это наш город. Да, правильно. За наш город. В общем, за любой наш город. Абрамов напишет, Подпеваем все и помним, Как шли с этой песней, И по Невскому, И на митингах пели. Вот Наталья его не напишет, Вконтакте все хорошо, Ина Ильина тоже с нами подпевает. Вообще, да, Плотные застройки, Такая история очень плохая. Тут недавно статья была, Вранский, да, Написал статью, мне прислали, Что 700 гектаров, В Москве уничтожено Зеленых насаждений, 700 гектаров. То есть, Город растет, Дышать нечем, Машинам ездить некуда, А они все. А некоторые так радуются, Кто там возрадовался, Что он радуется, Что развивается Москва. Посмотрите, Вот эти сталагмиты, Которые посреди Москвы стоят, Это не развитие, ребята. Это уплотниловка. Это как утрамбовка. Понимаете, Это если человеку, например, Город, он как живой организм. Если я это приводил в пример. Если у человека, например, Вырезать кусок печени, Нет, вырезать кусок легкого, А туда запиндюрить печень, И сказать, Вот теперь ты можешь пить В два раза больше. Вот у тебя печень стала большая, А дно дышать придется В два раза меньше. Вот точно так вот с этой уплотниловкой. Да, теперь можно на один метр квадратный Запиндюрить больше площадей. Но вам парковаться будет негде, Дышать будет нечем, Собачек бы негде будет выгуливать. И вообще инфраструктура, Ни детских садиков, Ни школ, ни мест, ничего. Они же не думают, Эти строители, Или что они делают. Вот. Поэтому вот такое отступление Лирическое. Вот. В Петербурге где-то Гектаров 150-170. Это плавая цифра. Надо лучше это знают. Карпов, Саша. Сколько куда пошло. Я как бы за этой цифрой следить. Немножко. Да. Надо специалистов спрашивать. Вот. И еще маленький уже на эту тему. Очень много деревьев погибает, Потому что их спиливают, Бракуют как некондиционные, Опасные и так далее. И сажают другие. Но обратите внимание, Что там где сажают молодые деревья, Очень быстро проходят триммеры. Триммеры, которые ребята косят. И вот где-то на расстоянии 10 сантиметров Они обрезают кору этих деревьев. Ну, не все, но большинство случаев. Обратите внимание на это. В расстоянии 10 сантиметров Обрезается кора. А обрезанное кора дерева Это значит, что человеку по горлу черпнуть. То есть питания никакого нет, Дерево погибает. Вот за этим можно следить И все время этих триммерщиков отдергивать. Либо сообщать в местное управление Садово-парковое хозяйство. Что типа у вас придурок на участке работает. Придурок. Уничтожает. А каждое дерево стоит нам порядка 15 тысяч. Сегодня. Порядка 15 тысяч. Посадка. Из бюджета, да. То, что они не доплатили пенсии. Частично на панцирь. На установки панцирь. Которые сели куда-то ушли. Частично на перестановку плитки. И на такие деревья, которые тут же уничтожают. Так, Миша. Татьяна Шашкова пишет. Лена, Миша, привет. С наступающим днем города всех. Песня, гимн. Спасибо. Миша Лисовский, браво, пишет. Спасибо. Так, я долго говорил. Юра Ельский смотрит нас. Присоединяется. Юра очень рад. Да, ты тоже следишь за посадками деревьев. Я больше чем уверен. Да, вот Антон Казак просит Миша ласкового зверя. Ну, из кокарда, если можно. Антон, по-моему, ласкового зверя мы в прошлый раз исполняли. Нежного зверя. А, ну да, нежного. Нежного. Но он написал ласкового. Он забыл. Мой ласковый, нежный зверь. Это фильм был такой, да? И там была песня, музыка Дога. Мы с Догой тоже дерево посадили. С Евгением Дога. Посадили дерево. Да, кстати, мы потом покажем. Мы потом покажем всех молодцов, всех... Ко дню города мы покажем героев нашего города. Героев всех посадили дерево. Кстати, Ельский тоже сажал дерево. Да. Причем посадил ель вот здесь, недалеко от юбилейного. Ельский ель посадил? Ельский посадил ель. Ну так получилось. Молодец какой-то. Пришло много ели. И вот Ельский вместе с... Значит, когда сажала... Тогда и Митя Шагин посадил. Капура. Капура. Крючкова. Вот. Ну, из таких вот... Камчатка пару дерев посадила молодые эти самые. И там Ельский с лопатой прилили. То есть, сами посадили они с булат дерева. Ластрега присоединилась. И тогда у нас еще... У нас еще, как бы, общество было такое, более-менее концентрировано. И действительно, СМИ были за нас. И еще наш Крым вопрос не возникал, чей. Вот. И поэтому, как бы, все музыканты были вместе. Все общество было вместе. А сейчас, конечно, немножко подразделились. Вот, Ластрега пишет. И, думаю, барак тем, кто празднует. Ашвадан ля иллахиль Аллах. Аллах хабар. Ластрега. Воистину шалом, то есть. Ну, в общем, должны понимать. Салам алейкум. Тамара Трофимова присоединилась, Владимир Усов, Андрей Петровский. Что будем делать с этим ласковым зверем? Мы его пели, да? Мы его пели недавно. Ну, давай, если время останется. Давай так, да? Продолжай. А то ты много болтаешь. Хорошо, давай петь. Давай петь. А что ты петь? Я так предлагаю, вот, исполнить заказ, например, Слава Егорова. Слава, для тебя песня «Полетела звезда». Да? Перейдем от гименов к лирическим. Да. Покричал, теперь пора посвистить. Слава, для тебя песня «Полетела звезда». По его заказу. Не знаю, для кого он заказал ее. Песня написана в Содружестве с Машей Мальковой. Пришла она к нам на Чукотку, взяла гитару и спела первый куплет. Я написал второй и припев. Вот что получилось. Полетела звезда. Точно мелом по небу, значит, кто-то из нас должен скоро уйти. Он уходит туда, где ни разу он не был. Что ж, тогда в добрый час. Да не сбейся с пути. Полетела звезда, полетела. Нет ей дела до всех, нет предела. То ли я, то ли ты, то ли наши мечты. Полетела звезда, полетела. Полетела. Уходя в дальний путь Где бы ты ни скидался Помни, тесто наш круг Помни, жаркий очаг Остальное забудь Все, чего добивался Твой-то белый друг А быть, может, и враг Полетела звезда Полетела Нигде дело до всех Нигде дело От звезды до звезды От звезде до звезды Полетела звезда Полетела Так на раз каждый час Мы как будто пограя Мы как будто пограя У кого сколько есть Сразу начать старик Только здесь и сейчас То с меня, то рыдая Точно новую вещь Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует... Погрregistраем Погромим Спасибо! По просьбе Слава Егорова, Антон Казак. Слава пишет, супер, спасибо! Вот у нас фейсбук, он немного притормаживает. Ну, идет вроде. Ла Стрела пишет, Рахмет. Пишет Рахмет или Рахмат. Давно я слышала. Она пишет, давно ее не слышала. Рахмат пишет. Не, она подумала, Рахмат. Ну, подумала, да. Юрий Ельский пишет, чистая правда сажал. Отличная была тема. Андрей Демирей к нам присоединился. Александра Смирнова. Миша, спой, Путин всех боится. Ну, наверное, слушай, Саш. Слушай, Саш, он со страху... Но мы споем другую твою любимую песню. И, может быть, сейчас ее и споем. Какую? На Петропавловке салют. Да. Да. Я знаю, что ты ее любишь. А поскольку мы посвящаем Дню Города... Напиши, напиши. Да. Мы сейчас не будем чморить, кого попало. А то мало чего со страху. Человек сделает, понимаешь, то есть нехорошо будет. Вот. А тут, видишь, как раз надо, чтобы... Ну, конечно, человек безответственный, конечно. Абсолютно. То есть, как бы он не придумал до сих пор, что... А кто же вместо него, да? Если не Путин, то кто? Вот. Причем сейчас где-то в Ингушетии развернулся такой... Этот... Развернулся... Как его? Госпиталь! Госпиталь раздвинулся, да? Вот. И такой серьезный госпиталь. И он там лечит кого-то пятьдесятый. И сказанное вчера слышал на радио Балтику, что ли. Самолично под личный контроль взял этот госпиталь Владимир Путин. Вот я подумал. Чего же он в свое время не взял под свой личный контроль Беслан? Там как-то вот так был Беслан, а он что-то никак не брал под свой личный контроль. Норд-Ост абсолютно не брал под свой личный контроль. А когда утонула лодка Курск, так он не то что не взял под личный контроль. Он даже не уехал из... Откуда? В Сачап он был, да? Угу. Бедненький. А вот сейчас он в своем Путин тебя боится. Слышишь? Че будет? Че будет? Не, не будем сейчас его. Мы споем... Алекс Лисовский пишет, хорошо сидим. Хорошо сидим, конечно, друзья. Приятно вот так ощущать, что всем... Это я пищу. Че, семя, да, пищу? Это мне так. Да? Ну ладно. Как по стеклу. Железом по стеклу. Я не люблю железом по стеклу. Елена Аршавская присоединилась к нам. Егор Рогутин, Виктор Медведев нам пишет огонь. Слушай, если Аршавская... И Морозов. Я Аршавской по сердцу проедусь. Мы не готовы к этому, но давай сделаем. Какую ты? Спасибо. Связано тоже с гордовой историей. Это ДК первой пятилетки. ДК Дом культуры первой пятилетки. Я думаю, что всем жителям планеты наверняка интересно, что у нас в Петербурге когда-то был Дом культуры первой пятилетки. Это был наш альма-матер. Я первый раз там, ну, более-менее о каких-то вещах задумался и становился настоящим актером. Под руководством Вениамина Михайловича Ферштинского. Под руководством Воль Васильевны Вахи, Михаила Грустова. Еще, Ленка, здесь, Пенка? Лена Аршавская. Напишите здесь. Вот. Помнишь ли ты ДК первой пятилетки? Вот. И, по-моему, в одиннадцатом-двенадцатом годах ДК первой пятилетки сдали. Сдали. Кто там был главный в Мариинке в тот момент? Тебе виднее. Да. Я сейчас могу спутать фамилию. Ну, в общем, за то, что глава Мариинки стал этим поддержившим лицом... Доверенным лицом. Доверенным лицом. Много сволочней всякой от культуры. Пошло в доверенные лица. Поддержало того, кто всех боится. Гергеев. По-моему, Гергеев, да. Вот, да. И ДК первой пятилетки развалили. И там пристроили... Вот. Вот. Ты моя ласточка. Я помню все. Хорошо. Лен, слушай. Я думаю, что и жители Петербурга, и не только Петербурга, и России... Мало того. В ДК первой пятилетки были первые гастроли театра на Таганке. Представляете? Высоцкий приехал, и первые гастроли театра на Таганке были именно в ДК первой пятилетки. И там у нас был театр Перекресток. Вот. И вот сейчас слезы льет Аршавская. Лей. А я спою песню. Ну, может, что-нибудь забуду, но постараюсь не забыть все-таки. Где твои семнадцать лет? В первой пятилетке. А где начало всех побед? В первой пятилетке. А где не гас ночами свет? В первой пятилетке. А чей простыл сегодня след? В первой пятилетке. Помнишь ли, товарищ, этот дом? Много дней счастливых было в нем. И все ж ты, если мимо едешь или так придешь, Нет лет, а петли в пятилетке вздохнешь. Еще бы. Где твои семнадцать лет? В первой пятилетке. А где начало всех побед? В первой пятилетке. А где не гас ночами свет? В первой пятилетке. А чей простыл сегодня след? В первой пятилетке. Разорили воры на этот рай. Здесь циклобетонный стал сарай. Вновь родится Гамлет, вновь летнет собой. Только это все без нас с тобой. И еще бы. Где твои семнадцать лет? В первой пятилетке. А где начало всех побед? В первой пятилетке. А где не гас ночами свет? В первой пятилетке. Очень простыл сегодня след. В первой пятилетке. Вот такая грустная песня. Привет всем перекрестовцам. Вот такую. Марина Абрамовна пишет. С ДК первой пятилетки столько воспоминаний. Там много всего интересного было. И вообще памятник архитектуры. Обалденное здание было. Но уничтожил Гиргиев. 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 Позор Гиргиеву. Давайте всем миром сейчас скажем. Гиргиев. А я придумала. Вот есть список доверенных лиц. А у нас есть список тех лиц, которым мы не доверяем. Да. Здорово, да? Есть. Наоборот. Антидоверенных лиц. Тут давече... Ну я не знаю. Тут давече... Наши депутаты. Вишневский. Потом Резник. Потом... Наш... Леша. Господи. Все. Фамилия выскочила из головы. На К. Ну-ка подскажите. Кто у нас на К нормальный? Ковалев. Ковалев, да. Правильно. Он молодец. Вот. Что-то подрались с остальными депутатами за то, кто должен быть почетным гражданином города. И, в общем, почетных граждан остальные выпустили. Ну, выбрали не тех. Кого-то там... Начальника метро... Или... Метростроя... Ну, и какого-то врача. Какого-то врача. Ну, про врача мы ничего не знаем. Может, действительно был хороший врач. Может, хороший потом был голонатом. А может, действительно классный там... Изобретатель. Может, кого-то спас. А вот еще спорили, не хотели продвинуть Эдиту Пьеху. Вот. Но, у меня такое ощущение, что это очень красивая женщина. С очень хорошим голосом. Женщина. Она много про город пела. Она много про город пела. Но, мне кажется, для того, чтобы быть почетным гражданином города, все-таки маловато просто делать свою хорошую работу. Надо ищить чего-то такого. Например, Эдиту Пьеху, например, ни разу не видел ни на одном митинге в защиту Петербурга. Вот. И это плохо, мне кажется. Просто за то, что человек хорошо поет, это еще не гражданская позиция. Это просто хорошо сделанная работа. Вот. Но ты так отвлекся. Ну, давайте продолжим наш концерт по заявкам. Да. Что, Танечка Шашкова здесь у нас. Можно спеть Либертанго, например, песню для нее. Она заказывала. Давайте, кто против Либертанго? Кто против? Напишите, кто против, а я в это время спою. Нет, напишите, кто за. Три. 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 Тыitä я Вот так должно быть, что это не то Давайте перепою, хорошо? Да, мы за Поскольку мы сидим за столом, Бубнова нарисовала Привет, Катя О, Кашкарова улыбается Ты, ты, вошла из темноты Ты, я знал твои черты Ты, награда за надежды Не напрасные труды Мы на краешке зимы И осенью взаймы Все взгляды и объятия Все искры дыны Ты, ты, глоток живой воды Ты спасенье от беды Ты, 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 цветок в пустыне жизни Ты, я понял, это ты Мы на краешке зимы И осенью взаймы Все взгляды и объятия Все искры дыны Ты, без киногатый Ты совсем без суеты Ты, божественно и просто Ты, так можешь только ты Рик Будто выскник Крик Твой чистой крик Жизнь А вот и сложилась Вмиг Все на чистой век Мы на краешке зимы Мы на краешке зимы И осенью взаймы Все, все, все взгляды и объятия Все, все, все искры дыны Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо, друзья Спасибо Наталья Ивонина нам подпевала Не сразу песня пошла Но когда пошла, так-то пошла Вот Видно, все сразу наступили Сместа в карьер Раньше времени рванул Алекс Лисовский пишет Браво, ребята, спасибо Спасибо Алекс, как там слышно в фейсбуке? Как там слышно? Там видно И вообще Предложите Вообще Вот как вы думаете Кто В принципе Мог быть почетным гражданином нашего города? Да Пишите свои варианты Вот если Не смотреть на то Что предлагают депутаты Да Что предлагает народ? Причем Хороший депутат Честно говоря Мишу можете не учитывать Да Я и сам знаю Что я сделал Вот Причем на самом деле Позапрошлом году Да В позапрошлом году Народным голосованием У тебя избрали Народным голосованием У меня уже есть У меня уже есть Татьяна Шашкова пишет Какая красивая песня В преддверии белых ночей Остолена Спасибо Будут красивые белые ночи Елена Ржавская пишет Птичка ты наша Все потому что Чирикаешь красиво Лишь бы не кукарекал Фейсбук сегодня Лагает Лажает Ну и что друзья Саша пишет Что фейсбук лажает Ну у кого есть возможность Переходите в контакт У кого нет Потому что в контакте пишут Что хорошо все идет А фейсбук Я вот тоже смотрю По двум гаджетам И фейсбук тормозит А контакт идет нормально У меня Вот Так что у кого есть возможность На контакт переходить Переходите У кого нет Мы продолжим Наш концерт Все равно На все Попробуйте Кстати Перезагружать Страничку Когда Бог помрет А если не Путин То кто Хорошо Не надо так пугать Хорошо Ну давайте споем Тогда на Петропавловке Салют песню Нет Она не написала Пускай она пишет сначала Ну вот какие вы тут прямо Ну что будем ждать Пока она спит Нет Я спою значит Чего не заказывали Ингермоландию Да Кстати Это тоже посвящается Нашему городу Поскольку Наш город был построен Вашингтон слушает О Соколова А что он Вашингтон хочет послушать Света Соколова привет Давай угадаешь Первый раз Чего хочешь Вашингтон Я знаю Я могу догадывать Что хочет Вашингтон А то он заказывал Потом исчезла Сейчас передачи не было Светлана Если ты будешь Все в порядке То пожалуй Мы споем Твою любимую песню Если вспомнил Нет Я вспомню Мне кажется Да Так Ну давай Тогда про Ингрию Да Поем Я в контакт пошел Ну давай Ингрию спою Потом уже Чтобы разогнаться Наиболее что Ингрия 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 Еще раз Ингрия 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 Ингер Монландия С тобой в команде Я Все можем Ты и я За нами Ингрия Моя Над рекою Над дневою Шел как раз На синистях Кто чего-нибудь Не понял Пусть поищет В новостях Ветры воют Волны мою Нам родные берега Кто бы знал Как нам с тобою Это радость Дорога Ингер Монландия С тобой в команде Я Все можем Ты и я За нами Ингрия Ингер Монландия С тобой в команде Я Все можем Ты и я За нами Ингрия Дорога Много горя повидало Это древняя земля От немецкого Вандала От советского Кремля Но поверь Она восстанет От эпохи Той Чумной Она будет Она станет Европейской Страной Ингер Монландия С тобой В команде Я Все можем Ты и я За нами Ингрия Ингер Монландия С тобой В команде Я Все можем Ты и я За нами Ингрия 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 Ингер Ингер Монландия С тобой В команде Я Все можем Ты и я За нами Ингрия Друзья На ютуб Выложим В камере Все От начала До конца А некоторые Песни Даже Вот Особенно Вы знаете Что друзья Однварь Здесь Вот Какие-то Песни Особенно Понравились Просто Бывает Одна песня Вот Вот Так Прозвучала Ну Другая Так Вот Которая Вот Так Укажите Пожалуйста И мы Отдельно Вырежем И В Ютуб Наш Елена Пинчук Ее Запиндюрит И Можно Будет Смотреть Ее Сколько Понравится Кому Понравится Когда Понравится Итак Поем Про Векас Светлана Соколова Хочет Про Векас Услышать Ну Давай Давай Вашингтон Давай Вашингтон А Вашингтон Саша А ты Подожди Ты Следующий Подожди А ты Помнишь Ее? Ну По-моему Там Ля Минор Светлана Поем Тогда Ничего не поделать Дом Работа Весь год Ничего Ничего Не поделать Жизнь Берет Воборот И Крохочет Проспекты И Висят Этажи Так Давай Соберемся Так Давай Убежим И И Вот Мы И Вот Мы Навекасе Волшебный свет В воде Искрица Вот Мы Навекасе Ах Категумы И Синицы А Мы Навекасе На Песчаной На косе Друг Другу Братья И Сестрицы Навеки Все Поутру Нас Разбудят Не Будильник Шоук А Поднимет Нас Петя Золотой Гребешок И Весмемся Как Дети Очень Взрослые Мы И Укроемся В Лете От Холод Зимы Вести Поем А Вот Мы Навекасе Волшебный Свет И И Скрица А Мы Навекасе Ох Категумы И Лесницы А Мы Навекасе На Песчаной На косе Друг Другу Братья И Сестрицы Навеки Все Я Нашел Две Подковы На Морском Берегу Я Надеюсь Что Снова Вам Вернуться Смогу В Этот Стразочный Остров В Этот Чудо Чудес Это Пальмы Просто Досты Песни Стихи Где Мы Навекасе В Волшебный Север В Водей Пескрица Где Мы Навекасе У Мы Не Лесницы А Мы Навекасе А Мы На Взлетной Полосе Друг Другу Братья И Сестрицы Навеки Все Нет Только Братья И Сестрицы Но Навек На Все Хорошо Навекасе Светки Соколовой Пишет Александра Смирнова Надо про Розовые Эти Розы Розовые Розы Светки Нет Это Света Соколова Приглашает Всех Навекас Навекас Да Так что Друзья Все Обращайтесь К ней И Она Вас Будет Приглашать Особенно Если Наш Все Наше Все Не 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 Устроит Конфликт С Америкой Как сейчас Устроили Конфликт С Украиной По большому счету Я вчера Буквально Складывал камни Я делаю Замечательную Кладку Мне есть Артабик Такой Дурака Валяю Между концертами Спасибо Светлана И утро Слышу В Балтике Что-то Напряжение Между Китаем И Америкой Бубниат Бубниат И что-то На Тихим Океаном Двять часов Какой-то Самолет Какой-то Дозор Какой Самолет Какой Дозор В общем Напрягают Чего-то Ребята Вот Наше Все И в этом Я виню Кстати Группу Поддержателей Именно Они Наше Все Выдвинули По большому Счету На нарушение Конституции Российской Федерации Сейчас На переписку Вот нельзя Как в Америке Раз Делали Конституцию Будешь Не надо Переписывать И жили Все По одному Закону Нормально И Скорая Что приезжало Знаете ли Через 4 минуты Позвонишь А не просто Тогда Когда Пробки Рассосутся Так Ну давай Теперь Споем Какие дела У нас На ветропавловке Ну что Сашка Подпевай Слушай Петербург Я Тебе сварю За душевную Песню На ветропавловке Салют А я об этом знал с утра И снова все Капит вора Кричат веселые Ура Повсюду Пиво Продают На ветропавловке Салют В Неве Купаются Огни Ах Эти праздничные Дни А мы теряем Они одни Смотри Бутылки Там и тут На ветропавловке Салют Бутылки 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 Пусть запьют На ветропавловке Салют Откуда Радость И взялась А просто так Бабах И хрясть И снова Люди счастья ждут На ветропавловке Салют Бабах 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 А люди А люди все бегут-бегут, на банке мажут с высоты, Уже шевелятся кусты, это веселые менты, Друг дружки радостно суют, а их с деньгами дома ждут. Продолженный момент, вполне бокалы наливай, И мне один признался мент, что он в душе интеллигент, Что он в душе СП Бабай. На Петропавловке я салю, ура! Это веселое сною, ура! Это дружке моргубил, бра! И на душе моей уют! Надо вообще песни бесконечные, ей можно сочинять, сочинять и сочинять. На ходу. Да. Вот так. Спасибо. У нас на Петропавловке было до тех пор, пока не началась самоизоляция. Вот. Ну что, у нас тут происходит. Ура, пишет. Виктор Медведев. Светлана Ефремова присоединена. О, Аршавская срежу, наливай. Да, Галина Кошкина, Аршавская, да, ура, пишет, наливай. Виктор Медведев, ура, пишет. Бомбочки прислал нам. Огонь. Марина Абрамовна Хонакова пишет. Вот, Ингре, пора отделиться. Да? Давно пора, Марина. На самом деле, чего отделиться? Вот опять же, да, есть хороший пример. Где все отделены и соединены. Скажем, те же штаты. Это не страна. Это садужество стран. Переезжаешь из штата в штат. Там разные законы разные. Разные бюджеты разные. И есть какая-то общая история. Ну, конституция-то у них одна. Конституция одна. Не, ну, у каждого штата еще отдельный свой закон есть. Оказывается, можно так жить вместе. Они еще, знаете, они еще хотят 51-й штат взять себе. Тот же Пуарты. Санкт-Петербург? Вообще, неплохо было бы. Я бы за то, чтобы Ингер-Маландию присоединить к Соединенным Штатам. Отделиться, да. А потом и Украину туда же, а потом и Белоруссию, а потом туда и Казахстан. Вообще, все. Давайте продолжим заявки. В одно сотрудничество, чтобы жили на земле нормально. И по одной конституции, которая бы всем подходила, более-менее. И все ее соблюдали. Не то, что некоторые, типа, хэллоу. Александра Смирнова пишет, сегодня была в Пушкине, и там все гуляют. Ну, в Ленобласти там вроде вообще открыли партии, по-моему, все. Давайте продолжим заявки выполнять. Это у нас еще тут куча. Да, и никто не писал, кстати говоря, вот, на этой... Кто считает более-менее почетным гражданина Петербурга? Да. Кого вы считаете самым почетным? Вот сам почетным. Не считая Михаила. Ну, слушай, нет, ну да. Вот, например, вот, Йора Шевчук. Ну, чтобы вы не писали. Чем Йора-музыкант, чем не почетный гражданин? Я считаю, что из музыкантов он очень почетный. Вот. Негламурный. В разных, конечно, областях. Он во все эти самые тяжкие до определенного момента вписывался. Да. А почему сейчас не вписывается? Ну, есть история. Есть мысль, почему так. Так, ну, давай, следующий заказ. Да, давайте, давай, вот, я предлагаю исполнить заказ Инны Ильиной. Кого? Например, она писала «О на дворе трава». Ну, вообще-то, эта песня называется «А ты всегда права». Или песня о такой гендерной правоте. Все объявляющей женской правоте. Братья и женщины, вот эти, вот, что бы она ни сказала, ну, прям в точку. Это отдельным. Света Егорова. Ничего. Эту песню, замечательную, про правоту, можно будет послушать записи на Ютубе. Ты сидишь на кровати и смотришь в окно. За окном не для рифмы, а тупо. Темно. Как он подло ушел, не закончив тот спор. Но твое было сверху. И весь разговор стукнул дверью козел. Ты не дослушал сперва. Но зато ты права. Ты осталась права. А на дворе трава. А на дворе трава. А на траве трава. А на траве трава. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. А ты всегда права. А на дворе трава. А на траве трава. А на траве трава. А на траве трава. Ла-ла-ла-ла-ла, а ты всегда права Ты сидишь в интернете, нашла индивид Он за какой-то дурой на фото сидит Он твои законные дарит цветы Что на шоке, она ведь не лучше, чем ты Да и грудь будет меньше, размера на два А ты всегда права А на дворе трава А на траве трава А на траве трава А ты всегда права А на дворе трава, а на дворе трава А на траве трава, а на траве трава Ва-ва-ва-ва-ва-ва А ты всегда права Ты лежишь в тёплой ванной, трёшь свою правоту Как он смел применять красоту всю нату Она слушает дура, разил в свой род И во всём с ним согласна А я этот урод, он ей дарит всё время И все вещества Ну, конечно, права Только ты-то ты права А на дворе трава, а на дворе трава А на траве трава, а на траве трава Ва-ва-ва-ва-ва-ва А ты всегда права А на дворе трава, а на траве трава А на траве трава, а на траве трава Ва-ла-ла-ла-ла-ла А ты всегда права А не руби дрова А на траве двора Да, вот как я здорово написал, пока я песню пел Я еще умудрился написать В записи будет жирный, хороший звук Жирный звук Света Евгимова пишет что-то со звуком Facebook Только у меня нет, Света, это не только у тебя, многие пишут в комментариях Что ВКонтакте тоже слегка притормаживает, но Facebook особенно Кстати, Вишневского самого можно в почетный Да, почему нет, Вишневского можно в почетный Да, и Максим Резника И Резника можно, и Яблоковалев в почетный Тут же не просто человек только сидит в парламенте А сколько у нас борцов за экологию, которых можно тоже в почетный игрок? А я бы, знаешь, еще бы кого? Вот интересно Это на мировом уровне Наш ученый, который... По теорему... Пирельман? Пирельман, да Вадим Пирельман Живет товарищ, по большому счету Где-то в Купчино В обыкновенной квартире Отказывается от чертовых там премий, перепремий А семь лет считал теорему Пауэлло По-моему, Пауэлло Не знаю, как называется Пауаро Пауаро Вот Я даже это выговорить не могу А он посчитал Семь лет считал Вот Гражданин, которому мы могли бы гордиться, как Коперником По большому счету Только раньше, кстати, Коперника когда был? Позавчера или вчера? Был день рождения, что ли, Коперника? Или... Что такое было? Я прозевала, наверное, не знаю Не в курсе, честно говоря Вот Это легендовщина была того, как Коперник зашел на костер Вот у нас вот такой Коперник Такой пророк существует, да, который... Вот Баркальмиус поделился нашей трансляцией Спасибо Спасибо Друзья, вы тоже можете делиться нашей трансляцией Вы очень поможете нам этим А кто хочет, может еще и денежками помогать По Анкаре Спасибо Антон По Анкаре, да? Пуару это сыщик был По Анкаре, спасибо По Анкаре Да Вот такие, да Такой у нас Что-то я вспомнил про умных, неумных людей Ладно, потом Надо дальше ехать по программе А то не успею Иван Чехлоевский, а ты здесь или нет? Вот завис У нас от тебя был заказ, но пока мы его придерживаем Давай тогда исполним заказ Татьяны Шашковой Урок Приснилось, что не выучил урок И вызывают, и вызывают Никто не подсказал и не помог То ли не помнят То ли не знают И так В трубу втекает, вытекает Два насоса, три бассейна, земля, компы Или умножить Или прибавить к категораму Ух ты, ай, бойцы и леточинки Иван проснулся Проснулся Все вовсе не так И жизнь Это свет А не брак Каникулы Каникулы Дача Июль Соседка Сказала Люблю В сарае Баде Чего ты чинь Приснилось, что не выучил урок И все смеются Весна из окон И педагог уже не педагог И эта юбка И этот локон И как бы ручку уронил Как бы случайно посмотрел И все увидел О, это счастье И тут к директору зовут А там собрался педсовет И все все знают Куда деваться Проснулся Все вовсе не так Встаю На посту Ночь Овраг Уткнулся Березу Лицом В кармане письмо Стал отцом Выходит взрослый Такое дело Приснилось, что не выучил урок Идет экзамен И все такое Заходят трое Пушкин, Фед и Блок И мне не вспомнить Кто эти трое И кто там трое написал И конь в пальто И без пальто И ставит неуд Ну хоть бы тройку Журнал в учительском украл И переправить захотел Ваша архивичка И укусила Разнулся Все вовсе Не так Я сам И директор И маг Египет Гамак И жара И дочку Прождал До утра Эти тацольки Кругом арабы Приснилось, что в армии служу Вагон профукал С секретным грузом И автомат нигде не нахожу И вне закона И вне союза И все стреляют Нагоняют В пункте А и П и С В пункте Игрек Залез на крышу А там химичка Землекоп И директор И арабы И бассейны С секретным грузом Проснулся Все вовсе Не так На пенсии Старый Дурак По небу Летят Журавли И как бы Случайно Прошли Три землекопа На кухне внучка Печет Алаева Приснилось, что Не выучил урок Спасибо, друзья Спасибо, это была песня По заказу Тани Шашковой Спасибо, Танечка, что ты заказала эту песню Мы ее все тоже очень любим Так, Марина Абрамовна Ханукова Пишет, что почетными Почетные номинировались Но Смольный не допустил Сокуров, Басилашвили Они достойны Шевчук, Вишневский И Рыбаков Рыбаков, да И вот я не знаю За Рыбакова я двумя ногами А еще Ольга Заславская Пишет Роман Шустров Ну вот Который Умер недавно Он был Хорошим Почетным гражданином Который Ангела Петербургского Сбивал В садике Да, наверное Да Вот И Интересно Пишет А вот Басилашвили Он какой-то Вообще По-моему Он кое-кого Ругал Пустой Он незаконно Вышел На какой-то Срок Инна Ильина Пишет Вишневский Номинировался Его кто-то Обошел Антон Казак Пуанкаре Очень весело Получилось Пуанкаре Почетный гость Почетный Гражданин Петербурга Пуанкаре А почему нет Не обязательно Он должен был Здесь родиться Вот Ну а кстати Да Почетным гражданином Петербурга Может стать Не обязательно Житель Петербурга Даже Это может Житель другого города Который много Сделал Для Санкт-Петербурга У нас есть почетный Вот У нас есть мост Кадырово Например Почему нет Не обязательно Было родиться В Петербурге Вот Чтобы Мост назвали Именем Кадырова Чудо Как неплохо Антон Казак пишет Сакуров Бесспорно Достоин Елена Аршавская Сакуров Мы с Сакуровым тоже Дерево посадили Я расскажу где На Петроградской стороне Может На Петроградской стороне Ну ладно Елена Аршавская пишет Вот чего совсем не хочется Так это в школу Татьяна Шашкова пишет Спасибо Отличный дуэт с Леной Меня похвалили Спасибо Танечка Друзья Делайте перепосты Нашей трансляции И не забывайте Вот Кое-кто делает Но Не все 98% Нашего успеха Это Собственно Елена Петчук И делает И подпевает Одно рукой подпевает Другой Рулит Третий Делайте перепосты Помогайте нам Перепосты Денежки Можно переводить Нам это очень помогает По мере уже забыл В трудные времена Кадырова Кадырова Фомылию забыл Нет Кто-то Кадырова Ахматов Ахматовский Ахматовский Ну да Потому что он же Ахмат Кадыров Поэтому такая игра слов Да Может быть Ахматова там стихи писала Как бы Ну я не думаю Что Ахматова там что-то писала Просто Ну лишь бы не Кадыровым Так лучше Ахматовский Я думаю так Ну почему бы Ахматовский мост не был У нас же была в городе Была Может ли на это вместе стихи писала Ну не знаю Про это я ничего не знаю Может не стихи Можно отцеловать С кем-нибудь Может быть Давай продолжать наши заявки Наверное Кадырова Хватит нам про Ахматову Рассуждать Или про Ахмата Кадырова Или его люди строили Кадыров оплатил его Спрашивает Ластрейва Кадыров оплатил его Или его люди строили Это неизвестно Вот Тут Строили узбеки Почему узбеки Может таджики На самом деле я нормально отношусь И к таджикам И к узбекам Так я нормально отношусь И к туркменам Вот И надо сказать Что во время Во время Второй мировой войны Когда Гитлер со Сталином Разругались И началась так называемая Великая Отечественная война Когда Предал Гитлер Первее Предал Сталин собирался предать Гитлера Так вот В эвакуации В эвакуации Очень неплохо Эти республики Принимали Ленинградцев И кормили их И жили Вместе с ними Дели куски хлеба Кстати Поговаривают Что даже намного лучше Повезло тем Кто уехал Туда К ним На восток Им больше повезло Чем тем Кто Уехал В Сибирь Пятый десятый Где Русские принимали Русских Похоже на них Похуже принимали Чем все-таки Эти республики Вот Так поговорить Ничего не скажу Но вот Что говорят люди Люди говорят Вы знаете У этого Ладно Поехали дальше А то что-то мы заговорились Да Много слов Много песен Давай поехали Ну интересно конечно поговорить Но люди разные Кому-то хочется поговорить А кто-то ждет песен Поэтому нам надо Выполнять заявки Вот Ивана Не видно А я предлагаю Спеть песню По заявке Наташи Ивониной Суперстар Плюс Я больше скажу Кемен Ден Вора Течет ручей Который пока Впадает в вору Это находится Ну я не скажу На какой улице Но там Жил Диц И Катрин И у них я там В Германии И написал эту песню Когда был Относительно Молодой лет Тридцать Три Тридцать Пять что такое Когда состарюсь Куплю я дачу В рубе пенфлойдов ДДТ Захохочу Или заплачу И вдруг вернуться Тени былые Когда мы были Все молодые И тут придут Мои подружки Наташки, Нинки, Светки, Сашки Обалденные старушки Я им скажу Ну что девчонки Сымай-ка плуски Сымай-ка плевчонки Я вас любил Не вру ей-богу Кого почаще Побезумней Понежней Кого немного А не фикорчить Нет Не до дорогу А вот дождалась Пора в дорогу Тут это соло ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом придут Седые панки Все раздолбали Хулиганы Хулиганы Наркоманы Наркоманки Как посидели Как облысели Но мы покажем Кто мы надеем Пусть облетели Все пирогезы Кончай потягу Банки Хой Бери патроны И обрезы И сковородки Цепи Наганы Пора проведать Ментов Любимых Любимых Вау, 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 вау! Вау, 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 вау! Ай-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Капята! Когда с ментами... Мы, наконец, покончим! Возьмём гитары, барабаны, флейту, скрипку! Между прочим, и в юбилейном... Если его не разломают, так же, как когда-то разломали... Я скакаю мне Ленина! Так вот, в юбилейном... Концерта тамочим... Говорять там будем... Три дня, три ночи... Когда застарюсь... Куплю я дачу... В рублю бенфлойдов, ДТТ... И сам такое зафигачу... Что вдруг и вернутся... Те дни был я... Когда мы были... Все... Молодые... Молодые... Мне она тоже очень нравится... Михаилу... Цеханский... Михаил Цеханский пишет... Кум, привет! Хорош, как всегда! Поёшь по заявкам? А поговорить? Ну, так давай помолакуй его! Кстати, поздравляем всех кум-кумов! Ну, дающим был день... Украинской вышиванки! Да! Праздник вышиванки! Вот! Поздравляем! Хопси-то... Да! Михаил Цеханский пишет... Теперь понял, в кого котярки! Понятно! Слава Егора в класс прислал! Мне очень приятно вот эту песню написал! И эти немцы... Пожилые! Вот! Они... Ничего не понимая, написали на туалетной бумаге! Вот на рулоне... Ну, на куске туалетной бумаги! Бумаги другой под рукой не оказалось! Вот... Катрин... Эту бумагу... Когда я в следующий раз к ним приехал... Она её сохранила! Потому что я потом переписал! Вот! Она её сохранила! Они устроили её в рамочку! Вот в рамочку! Вы представляете? Вот черновик этой песни хранится в Гюменденворе... В Германии! В Германии! Да! У Дица и у Катрины! Ну, они... Сейчас их нету! Остался... Ну, как следует... Наверное, этот дом принадлежит их... Сыну Александру, скорее всего! Он, кстати, певец, музыкант и так далее! Вот! Ну, придавайте ему привет при случае! Наталья его не напишет! Михаил, спасибо! Антон Казак поганых пишет! Ментов и ледливых! Виктор Медведев, аплодисменты! Кстати, Виктор Медведев заказывал нам песню Казанова! Виктор! Да, но эту песню мы в прошлый раз исполняли! Подожди, а кто... В прошлый раз... В прошлый раз Таня Шишкова я просила... И мы исполнили в прошлый раз... Про нежного зверя кто говорил? Про нежного зверя, да, Антон Казак попросил! И тоже мы ее в прошлый раз исполняли! Про нежного зверя! Что же вы делаете? Ну, у нас еще заявки есть! Да, у нас... И, может быть, Виктор еще подумает чего-нибудь? Чего такого, чего в прошлый раз не было? Ну, мы по заявке на Ильиной должны еще исполнить песню про маленький рост! А время-то у нас уже полтора часа! Поджимает? Да! Ну, еще оно есть, конечно! Песня для мужчин, парней, пацанов, юношей... Которые, так сказать, пошли, так сказать, в корень! Инструкция! С тобою рядом быть хочу! Но понимаешь, в чем загвоздка! Все дело в том, что я чуть-чуть... Совсем чуть-чуть, но ниже роста! А ты решил все сама! А-а-а-а! Для тебя все слишком просто! Но! Знай от меня все без ума! Да? Да! Все же те, кто выше роста! А ты решил все сама! А-а-а-а! Для тебя все слишком просто! Но! Знай от меня все без ума! Все-все! Все даже те, кто выше роста! А-а-а-а! Ты говоришь мне, милый, зря! Что? Что за тобой хожу напрасно! Что стать женою мне нельзя! А просто так ты не согласна! И ты решил все сама! А-а-а-а! И для тебя все слишком просто! Но! Но от меня все без ума! Все-все-все-все! Все даже те, кто уже роста! Ну ладно, ладно, я жнюсь! Женою стань не другая! А ты страдать будешь и пусть! О том, что башня-то такая! И ты решил все сама! А-а-а-а! Для тебя все слишком просто! Знай от меня все без ума! А-а-а-а! Все даже те, кто выше роста! Так ты решил все сама! А-а-а-а! И для тебя все слишком просто! Знай от меня все без ума! Все-все-все-все! И даже те, кто уже роста! tú лучше выслуши сперва! Слава признание моих! Эти негромкие слова! Не в росте дела, а В другом Ах, как кружится голова Ах, 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 ах Больше это слишком просто Тут нужно выслушать сперва Того, кто даже ниже роста Ах, как кружится голова А ведь, что это даже два роста Тут нужно выслушать сперва Того, кто даже ниже роста И тех, кто даже выше роста И почему тут рост вообще непонятно Спасибо Где-то есть в интернете схема И этот, какого роста там был, например Гагарин, Суворов Ленин Все самые такие Таблица сравнительная Да, сравнительная Наполеон, кстати, был очень небольшого роста Поэтому мужики, не комплексуем Ну, те, кто выше роста Тоже ничего Дашвы-то Михаил точно не комплексуется Я уж не буду, не буду Не буду Ну, друзья Уже время наше подходит к концу немножко Еще хотели мы спеть песню Вагон над городом Она давно не исполнялась Ну, как? Будем ее петь? Ну, она, считай, по моей тарябке Песня написана на пересечении улицы Добролюбова Проспект Добролюбова Она получилась из вот такого стука трамвая Вагон над городом завис Вагон над городом завис Сейчас скажу вам Здрасть Вот мне бы только доплестись Вот только по ней упасть Вот только в тебе его обнять Что помнит голос твой И самому мне непонятно Зачем я здесь такой Потеря пульс ночного города Закрыт, забыли в горах Дверь, 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 дверь И дом твой, сжавшийся весь от холода Стоит, как памятник теперь Грехопадение листвы Грехопадение листвы Грехопадение листвы Не скоро, но я здесь Ну где же, где же, где же, где же вы Все то, что в мире есть Где вы светящийся объект Где вы хранитель снов Где вы советом все Займёт Основа всех основ Потеря пульс ночного города Закрыт, забыли в горах Дверь, 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 дверь И дом твой, сжавшийся весь от холода Стоит, как памятник теперь Кивнёт мне тополь свысока Кивнёт мне тополь свысока И скажет, брат, забудь Тебя простили, дурака Иди куда-нибудь Ты сам светящийся объект Ты сам хранитель снов И ты совета всех, совет Основа всех основ Потерян пульс ночного города Закрыт, забыли в горах Дверь, 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 дверь И дом твой, сжавшийся весь от холода Стоит, как памятник теперь Потерян пульс ночного города Закрыт, забыли в горах И дом твой, сжавшийся весь от холода Стоит, как памятник теперь Вагон над городом Закрыт, забыли в горах Вагон над городом Закрыт, забыли в горах Закрыт, забыли в горах И написал еще кое-что Но в принципе, сегодня помещается все, что хотелось бы спеть Евгения Ужина к нам присоединилась Женечка, привет! Творческий человек Художник по костюмам Давно тебя не видели? Давно тебя не видели? Давно тебя не видели? Не слышали Но мы заканчивались программу Мы спели песню про Вьекас, естественно Спели Света Соколова нам подпел Да, Соколова нам подпел И передала, кстати, привет от Люды Хетик Да? Да Спасибо Вот Ну, мы будем потихоньку заканчивать наш программу Я думаю, что мы закончим песню «Петроградская сторона» Да? Я думал, что мы закончим этой самой слайдшоу Но мы потом его покажем Петроградскую сторону-то надо, конечно Хорошо, спасибо, друзья Поддерживайте нас перепостами и донейшеном Донейшен тоже переписли Да, потому что нам это очень помогает И в предыдущем посте есть реквизиты И я напишу их потом еще после Это нам помогает не худеть особо Ну и на оборудование наши всякие расходы у нас бывают Вот, так что, да Поддерживайте наш канал Поддержите наш международный Как он называется? Международный телевидение Да, международный телевидеоканал И Ой, я, наверное, больше чувствую, чем могу сказать Поэтому я сейчас нараспою Петроградская сторона Петроградская сторона Нет, другие ничем не хуже Просто этой я больше нужен С братом, сыном, отцом и мужем И она у меня одна Петроградская сторона Обнимает, не ва, качает Учит ли или изучает И порою воды не чает Так бывает, душа полна Петроградская сторона Петроградская сторона, Петроградская сторона. Петроградская сторона, Тормозит светофор, Безбожник, и тревоги твоей заложник. В каждом доме не спит художник, В каждом камне хрипит война. Петроградская сторона, Чувства полные, многоточи, Мысли Шварца из белой ночи, Теницовы, Блохина. Петроградская сторона, сторона, Петроградская сторона. Петроградская сторона, Петроградская сторона. Петроградская сторона, Петроградская сторона. То смеется, то плачет горько, Вспоминая все имена. Петроградская сторона, Устоявшей в лихие годы. Сад Петрова напомнит, кто ты, И высокой звонкой нотой. Здесь силеная, Бьет волна. Петроградская сторона, Петроградская сторона. Петроградская сторона, Петроградская сторона. Петроградская сторона, Петроградская сторона. Петроградская сторона, Петроградская сторона. Вот, друзья, подходит к концу наш концерт. Да, подошел к концу наш концерт. Мы выполнили все ваши заявочки почти. Петроградская сторона изменилась, стала другой. Да, когда-то здесь были лошади, дилижансы. Да, она пишет, много где жила, но на Петроградской какая-то совсем другая атмосфера. Сергей Крымов под конец присоединился. Серега, привет, наконец-то, наконец-то присоединился. Да, Марьяна Абрамовна Ханукова пишет, мысленно переношусь на Петроградку. Когда же можно будет реально прогуляться? Да сегодня. Так, маску надел и пошел. Да. Можно прогуляться на самом деле. Вот, наше все вдруг решило, что в самом центре, в самый разгар коронавируса, вот, ежели он действительно в разгаре, надо завершать его. Ну, наверное, мы завершим тоже нашу программу на таком, я бы сказал, на высоком энергетическом уровне, не дожидаясь, пока мы все устанем, пожелаем кому спокойной ночи, кому хорошего дня, вот, или доброго вечера еще, в зависимости от того, на какой точке нашей замечательной планеты вы, друзья, находитесь. Очень хочу, чтобы мы через неделю снова встретились. Да. Чтобы все из вас были живы, здоровы, чтобы у вас все в домах было хорошо, вот, чтобы было все гармонично и на вашей улице, и на вашем городе, и... В ваших домах, и в вашем районе, и в вашем стране, и в нашем мире. Чтобы, да, весь мир, это наша родина, по большому счету, есть. Я не знаю, как это, кто придумал эти границы чертовы, но мы их потихоньку через интернет разрушаем, протягиваем друг другу лучи тепла, которые, я думаю, вы чувствуете, вот они, раз, и чху, полетела. Квант энергии туда-сюда, и оттуда прилетела. Так хорошо. Разболтался. Давайте заканчивать. Мы вас обнимаем, и до следующих встреч. Поддерживайте нас перепостами, подписывайтесь на наши каналы, смотрите повтор этой программы в Ютубе. И отдельные песни, может, даже, которые более-менее удались, мы вырежем отдельно. Михаил Новицкий, Елена Пинчук, всего доброго. Смотрите слайды, сейчас мы вам покажем слайды с людьми, которые, в принципе, многие из них достойны стать почетными гражданами. Я так считаю. Спасибо, что совершили полтора часа, до вы прожили вместе с нами. Ждем вас в следующее воскресенье в 21.00. Оставляйте свои заявки, заранее, чтобы я порепетировала, то есть, бухты баран, чего играть. Спасибо. 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 Спасибо.